В эфире Омск ТВ новости в студии Дарья Тюменцева. Здравствуйте! Смотрите сегодня. В Омске подвели предварительные итоги праймери с Единой Россией. Кто теперь будет защищать интересы омичей? Отремонтировать до конца года в дело о разрушающейся пятиэтажке на 20-го партсъезда вмешалась прокуратура. Отправили на свободу с чистой совестью. Почему УФСИН выставила омских воспитанников Федерации кикбоксинга за дверь? На крыльях контрабанды. Сколько прилетит омичам за торговлю ворованными авиадеталями? В Омской области подвели предварительные итоги праймери с Единой Россией. На выборы в Госдуму будут участвовать три человека, набравшие большинство голосов по одномандатным округам. Лидером стала Оксана Фадина на Любинском округе с активностью избирателей 14 тысяч человек. Она же одержала победу по территориальному списку, набрав почти 64% голосов. Всего региональным оргкомитетом было зарегистрировано 69 кандидатов на выборы в Госдуму. Также сегодня на итоговой пресс-конференции Единой России оглашен список победителей праймерис на выборы в ЗАГСобрании Омской области по одномандатным округам. Отмечу, что в списке победителей партийного голосования 17 действующих депутатов. Так, лидер по центральному округу номер 7, генеральный директор АО «Высокие технологии» Дмитрий Шишкин первым на центральном округе номер 8 стал заведующей кафедрой Сибирского юридического университета Игорь Попов. Всего на выборы в этот орган подавали заявки 166 кандидатов. Добавлю на сайте предварительного электронного голосования свой выбор сделали более 65 тысяч обичей. На селе явка традиционно выше, чем в городе. Например, в Любинском и Кормиловском районах она превысила 10%. Напомним, процедура голосования стартовала 24 мая и продлилась до 30-го. Предварительные результаты праймерис подвели сегодня ночью. По прозрачности, открытости и защищенности новой формы голосования информация была предоставлена абсолютно достоверно в отношении возможностей с помощью нескольких технологических ключей, которые были розданы разным известным авторитетным людям в день подведения итогов в ночь, точнее вчера, объединив ключи в электронном формате, дать доступ к итоговым результатам. Подчеркнем, сегодня партия подвела предварительные итоги, окончательные и станут известны в начале июня. Списки кандидатов, которые представят Единую Россию на выборах в Госдуму и компаниях областного уровня в сентябре утвердят 19 июня на съезде партии. За водой в ТикТок более 30 тысяч жителей Омской области сразу с семи районов Азовского, Марьяновского, Называевского, Москаленского, Селькульского, Омского и Любинского остались без воды и, видимо, не слишком рассчитывая на оперативность работы местных чиновников, а мечи решили сразу придать ЧП огласке через интернет-сервис. Такой маневр сработал. Как сообщают в региональном министерстве энергетики, восстановить водоснабжение в большинстве районов удалось еще накануне вечера. Нашему телеканалу удалось связаться с местными жителями Любинского района. Информацию о восстановлении водоснабжения нам подтвердили. Я вот пошла проверять воду, ее давали минут на 15, потом отключили, сейчас заново вода пошла, напор вроде более-менее хороший. В региональном Минэнерго рассказали, что в массовой засухе виновата авария на трубопроводе на территории села Троицкое. Из-за этого без воды остались жители Омского и Любинского районов. Остальные пять районов оказались отрезаны от коммуникаций из-за ремонтных работ. Известно, что в Омском, Азовском и Марьяновском районах вода появилась еще вчера. Сегодня в 5 утра воду дали в Называевском районе, а в 6.00 в Василькульском, Любинском и Москаленском районах. Трехкратное превышение ПДК оксида углерода в воздухе, а МИЧи пожаловались в региональные Минприроды на выбросы, которые произошли во время крупного пожара. По информации ведомства, загорелась трава, огонь перекинулся на склад полиэтиленовой тары предприятия ПЭТ-Тара. Специалисты оперативно организовали выезд эко-мобиля для проведения отбора проб атмосферного воздуха. По результатам исследований в районе улицы 2-я Солнечная зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций в воздухе оксида углерода в 3 раза и сероводорода в 2 раза. Напомню, сотрудники регионального МЧС почти сутки ликвидировали открытое горение и последствия пожара на 2-й Солнечной. Работали более 20 единиц техники и свыше 100 человек личного состава. Привлекали к тушению даже пожарный поезд. Общая площадь пожара составляет 5,5 тысяч квадратных метров. В данный момент устанавливают причину возгорания. ЧП с омским теплоходом, который дважды сломался во время одного рейса, займется транспортная прокуратура. На выходных теплоход «Заря» отправился до Большеречья. Отмечу, что все билеты были раскуплены. Многие были семьями, решив устроить себе прогулку по Большереченскому зоопарку. Однако уикенд не состоялся. Сначала теплоход встал в районе Красноярки. Судно закрутило на середине реки и прибило к правому берегу. Устранение первой поломки пассажирам пришлось ждать полтора часа. Едва катер двинулся в путь, произошла вторая аварийная ситуация. Теплоход встал у Старомалиновки. Некоторые пассажиры ждать починки не стали и решили добраться до пункта назначения автостопом. При этом сумму, потраченную на билеты, им вернули. В итоге до Большеречия Заря все-таки добралась, но с опозданием в 6 часов. В 20.45. Теперь ситуацией занимаются следователи. От Омского речного порта официальных комментариев не последовало. Впрочем, есть информация, что перевозчик предложил пострадавшим морально пассажирам компенсацию за испорченный выходной по два билета на прогулочный теплоход Москва. Начало положено. В Омске определились с подрядчиком, который выполнит работы по инженерным изысканиям при благоустройстве 15-километровой набережной Иртыша. На аукцион поступило шесть заявок от компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Новосибирска и Нижневартовска Хантамансийской области. Отмечается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта 12 миллионов рублей, но участники снизили ее практически вдвое. Победителем стала компания из Нижневартовска, которая запросила наименьшую сумму чуть больше 5 миллионов рублей. В течение лета подрядчику необходимо провести несколько видов инженерных изысканий – геодезические, геологические и экологические. Исследовать грунт, а также провести лабораторный анализ почвы и воды. Напомню, новая набережная станет самой протяженной в Европе. Стоимость строительства оценивается в 7 миллиардов рублей, как указано в техзадании. Вдоль всей набережной протянется велодорожка, а через реку Омь построят еще один мост – велопешеходный. Жилая пятиэтажка, в которой рухнула часть стены, должна быть отремонтирована вне очереди и за бюджетный счет. При этом вина жильцов в аварийном состоянии кирпичной кладки – не повод для отказа. Прокуратура вынесла представление мэру Омска по итогам проверки многоквартирного дома по улице 20-го портсъезда. Установлено, что дом, кирпичная кладка которого за весну обрушилась дважды, требует не только ремонта, но и усиление несущих конструкций. Мэру Омска внесено представление в связи с отсутствием управляющей компании по содержанию и ремонту многоэтажки, а также из-за непринятия мер по признанию жилого дома аварийным и подлежащим сносу. Напомню, ранее в администрации озвучили причину ЧП. Жители самовольно установили душевые кабины, не обеспечив при этом гидроизоляцию. В итоге кирпичную кладку в прямом смысле слова размыло. Часть стены обрушилась, семичи опасаются за жизнь и здоровье. В день ЧП специалистами окружной администрации были приняты меры по перекрытию доступа жильцов к санитарным комнатам. Установлены уличные биотуалеты. Напомню, капитальный ремонт фасада дома от 1956 года постройки запланирован на период до 2022 года. Представление об устранении нарушений закона внесено в региональный фонд капитального ремонта. В связи с непринятием мер, направленных на проведение ремонтных работ. Прокуратурой округа в Центральный районный суд города Омска направлено исковое заявление об обязании регионального фонда капитального ремонта провести работы по ремонту дома в течение 2021 года. Вслед за Дубравушка и цветочным магазином на Зеленом острове, участь, постигшая знаковые для города самостроя, ожидает еще более 700 самовольных киосков и павильонов. Как сообщают в пресс-службе мэрии, избавляться будут от тех объектов, которые признаны самостроем или у которых не продлен договор аренды. Больше всего таких в Центральном округе отмечают в Депархитектуре. Здесь снесут 232 точки. На втором месте советские 176 самостроев и еще 258 киосков уберут в Кировском и Ленинском округах. В Октябрьском уже снесут всего 36 павильонов. В самый показательный момент борьбы городадминистрации с самовольными постройками омичи могли видеть в конце минувшей недели, когда муниципальные бульдозеры буквально в щепке разнесли кафе Дубравушка у кинотеатра Маяковский. Напомню, заведение по суду признано самостроем, что не мешало принимать посетителей в этом статусе много лет. При этом специалисты дип-имущества так и не смогли добиться, чтобы владелица кафе снесла его самостоятельно. В итоге разобрались в прямом смысле слова с Дубравушкой за казенный счет, чтобы затем взыскать затраты с предпринимательницы. Отмечу, что бизнес-вумен оспаривала решения омских инстанций вплоть до Верховного суда, но проиграла. Нокаут для омских спортсменов. В Омске разгорелся скандал вокруг Центра боевых искусств. Руководитель спортклуба «Нокаут» и президент Омской региональной федерации «Савата» и «Кикбоксинга» Константин Сизов заявил, что его команду и детей, занимающихся в центре, выгоняют из здания, в котором проходят тренировки. Восемь лет Центр боевых искусств располагался в помещении по адресу 36 Северная 3. Здание принадлежит региональному УФСИН. Ранее с ведомством было заключено соглашение о сотрудничестве, согласно которому в отремонтированном спортзале могли заниматься как сотрудники УФСИН, так и воспитанники спортивной федерации. За это время работники центра провели в помещении ремонт, оборудовали его, проводили соревнования и содержали данное здание за свой счет. Но после смены руководства регионального УФСИН, в ведомстве отказались продлевать соглашение о сотрудничестве. Накануне спортсмены столкнулись с закрытыми дверями родного клуба. Их попросили съехать в кратчайшие сроки. Мы его расценивали не просто как место проведения тренировок. Это был центр федерации савата и кикбоксинга. Сейчас парализована работа не отдельно взятой секции, не отдельно взятого клуба, а парализована работа целой аккредитованной, официальной спортивной организации, которая вывозит спортсменов на чемпионаты первенства России, создает сборную команду Омской области. Омск ТВ отправил в пресс-службу УФСИН официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответа пока мы так и не получили. В планах у руководства клуба просить помощи у депутатов, а также в образовательных учреждениях Омска, в надежде, что кто-нибудь предложит им помещение, в котором смогла бы расположиться спортивная федерация. Уже завтра работники центра произведут демонтаж своего оборудования, соберут инвентарь, с которым пока переезжать просто некуда. Между тем, на скандал отреагировали в региональном Минспорта. В ведомстве рассказали, что уже ведут переговоры с УФСИН России по Омской области, чтобы выяснить причину происходящего. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос с УФСИНом России по Омской области. Попросили их дать комментарий, чтобы мы могли как-то тоже понять, в чем заключается ситуация, разобраться в ней и потом уже принимать какие-то решения. В любом случае, любые детские занятия, детские тренировки, они идут во благо. И, конечно, наша задача, чтобы сегодня дети не остались на улице. На крыльях контрабанды до шести лет тюрьмы столько светит теперь доморощенный момским контрабандистам, которые устроили торговлю авиационными деталями через интернет. Сотрудники ФСБ задержали двух амичей. Мужчина, бывший начальник отдела хранения, войсковой части, майор запаса и женщина, действующий сотрудник базы хранения. Они похищали со склада в воинской части запчасти, предназначенные для военной и транспортной авиации, продавали украденное через интернет столичным покупателям, также за границу, в том числе на Украину. Однако провернуть последнюю сделку не удалось. Подозреваемых в контрабанде авиадеталей взяли с поличным во время передачи запчастей покупателю. В ходе обысков сотрудники спецподразделения обнаружили дома у майора запаса десятки коробок с авиационными комплектующими. Военно-следственный отдел по Омскому гарнизону возбудил уголовное дело по двум статьям. Сумма ущерба устанавливается, а задержанным грозит до шести лет тюрьмы. По материалам УФСБ России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4, 5 ст. 33 УК РФ подстрекательство и пособничество в совершении преступления, части 3 ст. 160 УК РФ присвоение в крупном размере. В настоящее время осуществляются предусмотренные законодательством Российской Федерации оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Омичи стали меньше есть. За первые 4 месяца 2021 года омичи оставили в магазинах больше 112 миллиардов рублей. Такие данные приводит Омскстат. Почти половина всех денег потрачена на еду. Как отмечают эксперты, эта сумма на 3% меньше, чем годом ранее, в разгар пандемии коронавируса и режима самоизоляции. А вот непродовольственных товаров стали приобретать наоборот больше. Они обошлись мечам почти в 59 миллиардов рублей. Впрочем, как заявляют аналитики, летом траты россиян будут только расти вслед за ценами. Это последствия пандемии коронавируса, говорят экономисты. Снижение цен может произойти традиционно в августе и сентябре в сезон фруктов и овощей. Однако это будет зависеть от количества и качества собранного урожая. 31 мая в России стартовал единый государственный экзамен. Выпускники прошли итоговый контроль знаний по географии, литературе и химии. В Омске ЕГЭ уже написали более 2000 11-ти классников. Как отмечают в депобразовании, из года в год Омск демонстрирует по этим дисциплинам высокие результаты. Так, в 2020 году 6 выпускников получили 100 баллов по химии, один достиг максимальной оценки по литературе. А вот по географии 100 балльников не оказалось. Стоит отметить, что государственная итоговая аттестация 2021 года проходит в особых условиях, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Соблюдены все меры профилактики, закуплены антисептические средства и медицинские маски. На входе школьникам измеряют температуру, а питьевую воду раздают в одноразовой посуде. Кроме того, из-за пандемии претерпел изменения и сам формат проведения ЕГЭ. Те выпускники, которые не планируют поступать в высшие учебные учреждения, сдают всего лишь два экзамена по русскому языку и математике. Кстати, последний предмет стал необязательным для тех, кто дальнейшее обучение посвятит гуманитарным наукам. Однако, как отмечает Минпросвещение, на следующий год эти правила распространяться уже не будут. Следующим экзаменом для учеников 11 классов станет русский язык. Испытание назначено на 3 июня, а профильную математику выпускники сдадут 7 июня. Пока одни школьники сдают ЕГЭ, другие уже получают диплом об окончании вуза в мини-формате. Учебный год завершился на проекте «Малый университет» от Сибади. В течение года дети от 7 до 17 лет посещали комплекс программ доп. образования. Главная цель Малого университета – показать, что наука может быть интересной и занимательной. Школьников обучают основам IT-отрасли, нефтяного дела, строительству, дорожным и автомобильным работам, экономике. Набор на курсы открыт с 2017 года. В этом году дипломы получил первый выпуск Малого университета. В конце мая в торжественной обстановке, добавлю уже имеющийся диплом, к сожалению, не даст школьникам бонусов при реальном поступлении в омские вузы. Таковы главные новости на сегодня. В студии была Дарья Тюменцева. До встречи.